Здравствуйте, это программа Экопарк и я ее ведущая Лейла Газиева. Сегодня мы хотели рассказать вам об одном из важнейших компонентов природы нашего края, растительном мире Узбекистана. Наша республика относится к числу 200 приоритетных эко-регионов мира, которые признаны особо ценными для сохранения разнообразия живой природы всей планеты. Растительный мир Узбекистана весьма разнообразен и насчитывает около 3700 видов растений, не менее 20% из которых встречаются только на территории Узбекистана. Как определили ученые, изучение растительного мира земной поверхности велось с древних времен. Сведения о растениях, произраставших в Средней Азии, в том числе и в Узбекистане, можно встретить в произведениях известных ученых-мыслителей. Абу Райхон Беруни в произведении «Китоп ас-Сайдана фиттыб», посвященном врачеванию, оставил сведения о многих лекарственных растениях, произрастающих и сейчас в нашей стране. Абу Али и Бансино в произведениях «Китоп аль-Конун фиттыб» и «Китоп уж шифо», классифицируя и анализируя множество лекарственных растений, произрастающих в Туркестане, указал на их лечебные свойства. А не так давно в ходе исследований ученые выявили еще 116 новых видов для флоры Узбекистана и 20 новых видов для науки растений. Занимались исследованием ученые и научные сотрудники Института генофонда растительного и животного мира Академии наук Узбекистана. Ими ведется работа по созданию электронной базы данных дикорастущей флоры. Небольшой экскурс по уникальной коллекции, включенной в базы данных Ташкентского гербария, провела с нами кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института генофонда растительного и животного мира Наталья Юрьевна Бешко. Мы с вами находимся сейчас в зале Центрального гербария Узбекистана, который является одной из лабораторий Института генофонда растительного и животного мира Академии наук. Важным источником информации о флоре республики и всей Средней Азии является коллекционный фонд Центрального гербария Института генофонда растительного и животного мира Академии наук. Здесь хранится более полутора миллионов листов гербария, собранного во всех районах Узбекистана и в других регионах мира. В мире около 500 крупных гербариев, в которых хранятся свыше 300 тысяч видов растений. Первые гербарии появились в Италии в 16 веке. Их изобретение приписывается врачу и ботанику Луки Гинни, основателю Пизанского ботанического сада. Определил технологию сбора растений шведский естествоиспытатель и врач Карл Линней. Она не претерпела почти никаких изменений до настоящего времени. Он был убежден, что растения не следует собирать влажными. Части должны быть сохранены, осторожно расправлены, при этом не изогнуты. Органы плодоношения должны быть налицо. И сушить их следует между листами сухой бумаги. Гербария является могучим и незаменимым подспорьем при определении растений, проверке нового материала и сравнении новых растений с ранее известными. В более широком смысле гербарии – это здание, в котором хранится коллекция засушенных растений или учреждения, занимающиеся организацией хранение коллекции и ее обработки. Гербарии – это коллекция растений, которая может храниться очень долгое время, десятилетиями, даже столетиями. Эта коллекция должна быть оформлена соответствующим образом. То есть все растения должны снабжаться обязательно этикетками, чтобы можно было даже через большой период времени точно узнать, к какому виду они относятся, в каком месте, где, когда, кем были собраны. И тогда эта коллекция несет в себе огромную информацию о растительном мире, которую можно проанализировать за большой период времени и восстановить картину прошлой растительности. Сколько экземпляров здесь хранится? Ну, как вы видите, этот зал очень большой. Нужно сказать, что наш гербарий, центральный гербарий Узбекистан, он входит в двадцатку крупнейших мировых гербариев. Здесь хранится около полутора миллионов образцов растений. И этот гербарий занимает второе место в Азии после пекинского гербария. И по количеству среднеазиатских образцов он самый, так сказать, самый объемный в мире. В настоящее время в мире насчитывается около 500 крупных гербариев. В общей сложности в них хранятся свыше 300 тысяч видов растений, созданных природой. Самым крупнейшим и старейшим в мире считается гербарий Национального музея естественной истории в Париже. Построенный в 1935 году гербарий размещен в галерее ботаники. Национальный музей естественной истории в Париже представляет собой огромный комплекс с большим количеством заведений, расположенных не только в столице Франции, но и за его пределами. В комплекс входят несколько зоопарков, парижский сад растений, дендрарий и ботанические сады, морская биостанция, галерея эволюции и экологическая лаборатория в городе Брюнуа. Отличительной особенностью музея является отражение в экспозициях интереса человека к взаимоотношению его с окружающей средой. Это не только экспозиционная и просветительская деятельность, но и научная, которой занимаются 1800 сотрудников, 500 из них научные работники и исследователи. Образован музей истории в 17 веке с основания Королевского Ботанического сада, который сохранил до нашего времени все уникальные деревья и растения являются одним из филиалов комплекса. Все залы парижского гербария оснащены специальным оборудованием, измеряющим температуру и влажность воздуха в помещениях. В учреждении находится около 8 миллионов листов с засушенными растениями и семенами, что составляет около 500 тысяч типов флора земли. Ежегодно в экспозиции появляется 10 тысяч новых растений. Еще одна крупная коллекция расположена в ботаническом саду города Кью, который находится в Великобритании. В нем уместилось более 6 миллионов экземпляров флоры. Не уступает ему и коллекция Ботанического Института Российской Академии Наук, в которой собрано с уже 5 миллионов единиц различных растений. Здесь мы имеем гораздо более старые гербарные образцы, которые были собраны начиная с 1830-х годов, когда началось научное изучение флоры растительного покрова Средней Азии. То есть на самом деле уже почти 200 лет насчитывает эта коллекция. Расскажите нам, что здесь находится в этих шкафах? Это так называемый компактор, специальный шкаф для хранения гербария. Все виды разложены по порядку родов и семейств. Они лежат в таких вот рубашках с пачками по несколько экземпляров. Каждый образец нашли на лист бумаги стандартного размера и снабжен этикеткой, на которых вся информация о том, где, когда, кем был сделан этот сбор. Вот этот образец, как мы видим, был собран в 1916 году в Казахстане. И в таком виде гербарий может храниться столетиями при соблюдении, конечно, условий его хранения и работы с ним. А какие условия необходимы для хранения? Очень важно, чтобы в помещении, где хранится гербарий, было прохладно и сухо. Тогда здесь не будут появляться насекомые-вредители, которые являются очень серьезной проблемой для гербариев. Чтобы не было вредителей, используется химическая обработка, то есть фумигация и же через каждые 5 лет протравливание, либо же обработка холодом, замораживание. В настоящий момент в нашей лаборатории центральной гербарии работает 12 человек, научных сотрудников и лаборантов. В гербарии постоянно ведется работа по обработке материала. Специалисты определяют виды растений, лаборанты нашивают образцы на листы бумаги и снабжают их этикетками и затем кладут в соответствующем порядке в шкафы. Здесь у нас сидят лаборанты, которые занимаются нашивкой гербария, все поступающие образцы, очень аккуратно, чтобы растения не сломались. Нужно нашить на лист формата А3 и написать этикетку красивым почерком, либо напечатать на компьютере и приклеить. А как вы ориентируетесь здесь при таком большом количестве экземпляров? Как вы видите, на каждом шкафу имеется номер, и мы имеем каталог в нашем гербарии, где, вот как вы видите на латинском языке, каждый род растений имеет свой кодовый номер. Это старинная система Энглера, классическая система. То есть любой иностранный ботаник может найти нужные ему образцы, нужный ему шкаф. Должна сказать, что целью всех гербариев мира является не только сбор, определение растений своей страны, но также и обмен с ботаниками по всему миру, обмен информацией, обмен знаниями. Поэтому к нам регулярно приезжают специалисты-ботаники из разных стран мира. В прошлом году у нас несколько раз были специалисты из Китая, в позапрошлом году из Америки, из ботанического сада Миссури, а также профессор Пименов из Московского государственного университета и другие специалисты. К нам также приезжают аспиранты из Казахстана, из Российской Федерации. Если им нужны наши, значит, посмотреть коллекцию по какой-то территории Средней Азии, они обращаются к нам и приезжают, работают здесь. Одним из сторожил ташкентского гербария является известный ученый, флорист, систематик, ботаника-географ, педагог, главный специалист Института генофонда растительного и животного мира, заслуженный деятель науки Республики Узбекистан, доктор биологических наук, профессор Уктам Пратович Пратов. В этом институте я работаю сейчас почти 50 лет, можно сказать. Я сам по Средней Азии, по горам, по полтинам часто ездил. Кроме этого, я с Киеви собрал, можно сказать, Монтармонстуд, по Северной Африке. Около 60 тысяч образцов они у нас здесь. А из Северной Африки, кроме моих гербарных материалов, может, гербарного образца нет. Результаты его научных и научно-популярных исследований освещены в 300 трудах. Среди них монографии, ученые пособия, словари, а также он активно участвовал в издании ряда энциклопедий. Человек спрашивается о гербаре, для чего он нужен. Это я уже сказал, это основная основная ценность научной материала. Все биологические исследования проводятся с помощью гербарии. Этому человеку 80 лет, но он продолжает трудиться в области дальнейшего развития фундаментальных и прикладных исследований по ботанике и вносит свой вклад в дело подготовки молодых научных кадров. Как мы все знаем, современная эпоха – это эпоха информационных технологий. И сейчас даже в такой классической науке, как ботаника, не обойтись без современных методов. В первую очередь, как вы видели, у нас огромный объем материала и без современных технологий все это проанализировать, работать с этим объемом информации было бы очень сложно, работая по старинке только в бумажном формате, так сказать, хардкопии. Поэтому мы используем новые разработки, которые также по всему миру используются в ботанике. Это базы данных и специальные сканеры для сканирования гербарных образцов. Вот здесь у нас есть сканер. Наш центральный гербарий получил в качестве подарка из королевских ботанических садов Кью в Великобритании. И благодаря помощи программы «Малых Грандов Джефф» мы приобрели еще один такой сканер. Нужно сказать, что пока это единственный во всей Центральной Азии. И теперь мы Узбекистан – единственная страна в Центральной Азии, где имеется два таких сканера. Очень высокое разрешение, с помощью которого можно создать цифровую копию гербария, с тем, чтобы специалист мог работать уже с цифровой копией и лишний раз не доставая гербарий, чтобы он не портился. То есть чем меньше нагрузка на гербарий, тем дольше он может сохраниться. Точно так же эти цифровые копии гербария могут быть размещены в интернете и станут таким образом доступны самому широкому кругу специалистов и вообще всех людей, кто интересуется растительным миром. Таким образом вот этот сканер устроен так, чтобы не повреждать гербарный образец, поэтому образец поднимается и фиксируется на необходимой высоте. Затем можно сканировать его. Можно на компьютере их просматривать с большим увеличением, практически как под микроскопом, не трогая сам исходный образец, он при этом не повреждается, и с ним очень удобно работать. Можно рассмотреть мельчайшие детали растений, волоски опушения, железки и так далее. То есть это современный метод, очень удобный. На сегодняшний день в базу данных уже внесено около 100 тысяч записей по более 2150 видам. Это около половины видового состава флоры Узбекистана. В последующем в электронную базу будут постоянно вноситься результаты новых исследований, что позволит анализировать изменения в составе зеленого мира страны. Кроме того, появится возможность проводить оценку экосистем по спутниковым снимкам, экологический мониторинг и прогнозирование дальнейшего развития ситуации. Сейчас существуют такие программы, как геоинформационные системы, то есть картографические программы, которые позволяют какую-либо информацию представлять в ее пространственном виде на карте или на спутниковом снимке. Мы определяем координаты сбора гербарных образцов, которые мы занесли в базу, и уже с помощью ГИС-программ создаем карты распространения растений. И поскольку у нас есть гербарные сборы очень старые, 150-летней давности, мы можем получить картину, как менялось распространение видов тех или иных растений за такой период времени. Это особенно важно, если мы хотим знать ситуацию с редкими видами, эндемичными, исчезающими, или наоборот, с какими-то лекарственными видами, которые имеют экономическую ценность, на которые существует спрос, которые мы хотим использовать, заготавливать. Нам нужно знать, где они распространены, какие у них запасы. Для основы электронного каталога была скомпонована информация о 40 тысячах гербарных образцов из наиболее крупных родов флоры Узбекистана, в которых сосредоточено максимальное количество редких, эндемичных и исчезающих видов растений. И уже в первый год реализации проекта было обнаружено более 40 новых находок. Я сама нашла всего один новый вид для науки. Это аканталимон, который был обнаружен в Нуратинских горах, на территории Нуратинского заповедника. И я его назвала в честь академика Кадрозакировича Закирова, одного из корифеев, родоначальников узбекистанской ботаники, который сам очень много работал в Нуратинских горах и описал много новых видов из этого региона, вот как бы отдавая дань уважения нашему корифею. И вот принято так ботаников называть в честь, так сказать, великих ученых прошлого. Электронную базу данных разместят на специальной страничке в интернете, а версии будут безвозмездно распространяться на CD и DVD дисках. Предполагается издать иллюстрированный полевой определитель флоры одной из наиболее посещаемых и интересных территорий, массива Чингана и его окрестностей, что входит в состав Угам-Четкальского национального парка. Мы решили, что это было бы очень полезно, очень важно сделать такую книгу, где по около 350 наиболее ярких, наиболее распространенных видов растений представлено, с фотографиями, с их описанием на узбекском, русском, английском языках, рассчитаны на самый широкий круг пользователей, то есть не только для специалистов, но и для студентов, для туристов и так далее. В этом году, мы надеемся, уже данная книга выйдет из печати. Ботаническая наука развивается в нашей стране благодаря достойным трудам научных сотрудников научно-производственного центра «Ботаника» и Института генофонда растительного и животного мира Академии наук Республики Узбекистан. Не зря говорят, что растения – источник жизни. В природе нет ненужных растений. Тем не менее, еще многие таинства ждут своей разгадки. Это была программа «Экопарк». Всего вам доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова